Хамовнический суд Москвы арестовал на два месяца Александра Мирилашвили, который подозревается в нападении на полицейского. Таким образом, во время следствия он будет находиться под стражей. Выяснилось, что Мирилашвили охранник юноши, устроившего огненное ДТП на Крымском мосту. Накануне, защищая своего подопечного от непрошенных журналистов и сотрудников правоохранительных органов, телохранитель несколько метров протащил полицейского на капоте своего Мерседеса с номерами 007. Сегодня в суде он уверял, что не слышал приказа остановиться. Ссылался на то, что болен и просил его не арестовывать. Суд этим доводом не внял. Избрать в отношении Мирилашвили Александра Яковлевича в меру причине эти заключения под стражу на один месяц 29 суток, то есть до 16 декабря 2015 года. Обвиняемый, решение суда вам понятно? Срокопорядок обжалованных арестов? Да. Кстати, статья 317, по которой возбуждено дело посягательства на жизнь сотрудника полиции, предусматривает доказание от 12 лет лишения свободы вплоть до высшей меры. Сам же виновник аварии на Крымском мосту, которого в Следственном комитете уже прозвали бриллиантовым мальчиком, из института Склифосовского исчез. Его забрали оттуда родственники. Авария с участием лимитированного Феррари стоимостью 13 миллионов рублей произошла в ночь на пятницу. Юноша, предположительно находившийся за рулем, не справился с управлением, врезался в отбойник, и затем вылетел на встречную полосу. По словам очевидцев, он несся по Садовому кольцу со скоростью превышающей 200 км в час. Накануне сообщалось, что он студент МГИМО по имени Томас, и ему 17 лет. Именно из-за возраста его допрашивали в присутствии инспектора по делам несовершеннолетних. Ну а сегодня выяснились новые подробности. По некоторым данным, молодой человек несколько дней назад отпраздновал свое 18-летие. И именно на свой день рождения получил в подарок люксовый спорткар. Лучше бы не получал. Да, действительно, чертовы гонщики просто достали.